Самым распространённым способом мошенничества по заявлению сотрудников МВД являются звонки из банка. Злоумышленники сообщают о том, что банковская карта жертвы заблокирована или нуждается в дополнительной защите. Обескураженные граждане выполняют инструкцию злоумышленников, чтобы устранить проблему. Но на деле все деньги с карты переводятся на счёт мошенников. По другой схеме жертве звонят с номера 8800 и представляются службой техподдержки. Получив персональные данные держателя карты, лжесотрудники списывают имеющиеся на ней деньги. По-прежнему много сообщений поступает от телефонных мошенников. «Мама, помоги, я попал в ДТП. Нужны деньги для решения вопроса». Эти и другие преступные схемы злоумышленников можно предотвратить, если соблюдать ряд правил. «В первую очередь, естественно, никому не сообщать. Это пин-код, реквизиты, свои персональные данные, ни при каких условиях». Стоит запомнить, что в век цифровых технологий и современных устройств преступники тоже модернизируют способы обмана доверчивых граждан. При любом подозрительном звонке или СМС правоохранители рекомендуют несколько раз проверить полученную информацию и соблюдать максимальную бдительность.